Всем привет, вы находитесь на канале компьютерные радости и сегодня я вам хочу показать как добавить в сообщество видео, которое у вас есть на канале, но оно уже старое и его многие подписчики просто напросто не видят и чтобы как сказать взбодрить своих подписчиков, показать им что у вас есть такое видео, его можно добавить в сообщество. Сейчас я вам покажу как это сделать. К сожалению у меня здесь на компьютерных радостях нету тысячи подписчиков, поэтому я покажу на примере своего второго канала радости частного дома. Вот мы перешли на мой второй канал радости частного дома во вкладку сообщества и теперь как видите вот здесь вот добавить видео, нажимаем сюда. У нас открылось вот такое окно и как видите здесь есть пункт поиск видео, то есть сюда можно написать название, нажать поиск и искать свое видео или какой-нибудь другое абсолютно можно другого канала. Здесь также можно выбрать URL, вставьте ссылку на видео из YouTube, сюда можно просто вставить ссылку и также можно нажать ваше видео на YouTube. Нажимаем сюда и здесь можно выбрать из тех видео что у вас есть и добавить сюда в сообщество. Я же хочу добавить свое старое и здесь вот неудобно искать и долго где же там мое видео, поэтому я просто копирую ссылку под видео, вставляем сюда, вот это видео у меня и теперь нажимаем кнопочку выбрать, вот здесь вот в левом нижнем углу, нажимаем. Вот у нас добавилось видео и теперь сюда нам необходимо вписать название, допустим очень вкусный кетчуп я назову. Вот я назвал очень вкусный густой кетчуп на зиму и теперь нам осталось нажать кнопочку опубликовать, нажимаем сюда. Вот таким вот образом я добавил сюда видео и теперь в ленте моих подписчиков это видео покажется на главной странице. А теперь я хочу вам показать второй вариант, как можно легко добавить в свое видео в сообщество. Опять выбрал я старое видео, которое у меня сейчас не идет и теперь необходимо нам нажать на кнопочку под видео поделиться, нажимаем сюда. И как видите здесь есть красная кнопочка новая запись, поделиться во вкладке сообщества, нажимаем сюда. И пожалуйста, вот у меня уже добавлена как бы кабачковая икра с мятой на зиму по новому. Теперь нам осталось придумать еще одно новое название, давайте сейчас я его напишу. Вот такое вот название написал, икра из кабачков на зиму. И теперь нам осталось нажать кнопочку опубликовать. И все новая запись у нас опубликована. Вот такой вот способ мне нравится, намного легче и проще. Давайте сейчас перейдем во вкладку сообщество и посмотрим на все это. Вот я перешел во вкладку сообщество и как видите, у меня сегодня опубликовано сразу две публикации. Я вам рекомендую делать такие публикации раза два в неделю и по две публикации. Не надо слишком часто надоедать своим подписчикам. Надеюсь видео кому-то будет полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.